Всем привет! Летом на презентации Google I.O. 2018 Google показала, что Google Ассистент научился не только отвечать на такие жизненно важные вопросы, как какая сегодня погода или сколько стоит доллар, но также вести телефонные разговоры с реальными людьми. Вот, посмотрите отрывок. Что? 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 Что время вы хотите найти? 12.00. Мы не имеем 12.00. Мы имеем в виду 1.15. У вас есть что-то между 10.00 и 12.00? Депендую на что service она хочет. Что service она хочет? У нас есть haircut для женщины. Окей, у нас есть 10.00. 10.00 и все. Как видите, ассистент позвонил от имени пользователя, чтобы забронировать стрижку в парикмахерской по заранее указанным параметрам. Функция прорывная в теории, экономящая кучу времени, однако когда ее можно будет полноценно воспользоваться, Google скромно умолчала. И вот, на последней презентации, когда были представлены третьи пиксели и другие продукты компании. Кстати, можете посмотреть мой ролик, где испанец Хакатун предсказывает итоги этой самой презентации во всплывающем окне справа сверху. Но вернемся к основной теме. Google анонсировал функцию, которая позволяет Google Ассистенту отвечать на телефонные звонки. Компании назвали эту функцию Screen Call. В отличие от того примера на летней презентации, где ассистент сам совершил звонок по запросу пользователя, теперь ассистент может только отвечать на звонки. Google позиционирует это новшество как защиту от спам звонков. Например, звонит вам незнакомый номер, а вы такие опа, переводите его на ассистента, тот узнает кто звонит и что ему нужно. Однако, давайте покажу саму работу Screen Call поподробнее. Я приведу пример одного из западных ютуберов, потому что новая функция пока что работает в нескольких городах Соединенных Штатов. При входящем вызове появляется кнопка активации режима Screen Call. Это не зависит от того, звонят вам с незнакомого номера или от уже записанного контакта. Screen Call будет активен всегда. Вот так выглядит кнопка активации при полном экране и в виде уведомления. Если вы активировали Screen Call, то у вас появится транскрипт разговора между ассистентом и исходящим абонентом в реальном времени. В начале разговора ассистент представляется и говорит следующее. Перевести это можно так. Привет, человек, которому вы звоните использует сервис для звонков от Google и получит копию этого разговора. Пожалуйста, представьтесь и скажите, почему вы звоните. Все, что говорит человек на том конце провода, сразу отображается у вас на экране смартфона. Это просто крышесносно. У вас доступны следующие сценарии для разговора. Первое. Вы можете пометить, что этот звонок является спамом, тем самым этот номер попадет в черный список. Второе. Вы можете попросить собеседника рассказать вам побольше о цели звонка. Третье. Уточнить, кто звонит. Четвертое. Сказать, что вы не поняли и просите повторить. Пятое. Попросить вам перезвонить. Шестое. Сказать, что вы сами перезвоните. Тем самым Screen Call позволяет вам не брать трубку лично при подозрительном звонке, а отправлять на разведку ассистента и узнать, что от вас хотят. Я уже вижу следующие сцены. Вам звонят с телефона рекламы или что-то хотят впарить. Вы включаете Screen Call и после каждой фразы собеседника вы просите рассказать вам побольше. Так каждый раз, пока спамер не додумается, что вы над ним издеваетесь и сам не бросит трубку. Или. Вам звонят коллекторы, требуют вернуть кредит, а вы такие, простите, я вас не понимаю, повторите, пожалуйста. В общем, сценарий в использовании этой технологии море. Другой вопрос, когда это дойдет до наших стран и мы сможем в полной мере воспользоваться всеми благами искусственного интеллекта. Пока что остается только ждать. Тем не менее, не рассказать об этом я не мог, потому что на наших глазах рождается настоящее технологическое будущее. Где звонить в ресторан, забронировать столик за нас будет искусственный интеллект, а такси будет без водителей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok